МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В администрации города намерены всерьез заняться реализацией программы поддержки экономического развития. Мероприятия, ориентированные на повышение финансовой стабильности крымской столицы, рассчитаны на целый ряд направлений. Первое – стимулирование развития экономики города и создание благоприятной бизнес-среды, создание среды благоприятной для жизни. Второе направление. Третье – развитие Симферополя как столицы Республики Крым. Четвертое – развитие инженерной инфраструктуры с целью предоставления качественно-жилищно-коммунальных услуг. И пятое – развитие транспортного потенциала. Указанные направления имеют стратегическое значение для развития города и являются неотъемлемыми элементами экономической стабильности Симферополя. Только за текущий год суммарный объём реализованных товаров и услуг симферопольскими производителями составил поистине астрономическую сумму – свыше 22 миллиардов рублей. Да и остальные экономические показатели демонстрируют динамику роста. Поэтому в городе и подумывают о том, чтобы оказывать большую поддержку предпринимателям, в том числе и информационную. Информационная поддержка реализуется путём размещения информации, опять же таки, на официальном сайте, где есть страничка, вопросы, которые могут задавать предприниматели, и в онлайн-режиме они могут получать ответы. В администрации Симферополя уверены, учитывая такой системный подход к осуществлению экономической поддержки, будущий год принесёт ещё лучшие результаты. Вот следующий год – это год прорыва, мы так определили для себя. Ну, в хорошем смысле слова, мы должны сдвинуть все те застойные процессы, которые мы наблюдали в период предшествующей нашей истории, я имею в виду 23-летнего пестоя. Значит, мы подготовились, я считаю, что подготовились хорошо, те тенденции, которые, в принципе, были озвучены, и мы это видим, они, ну так скажем, оптимистически заряжают всех. Поэтому я присоединяюсь к главному жилу страны, то есть наша задача теперь – реализовать то, что мы сделали. Ваш доклад о социально-экономическом развитии города за 9 месяцев этого года был достаточно ёмким, и всё-таки давайте остановимся на каких-то, может быть, перспективных направлениях этого документа. Добрый вечер, уважаемые жители Симферополя, добрый вечер, Александр, очень приятно очередной раз оказаться в данной студии. По поводу моего доклада хотелось бы следующее остановиться на некоторых, конкретно на самой программе. Программа социально-экономического развития муниципального образования города Симферополя принята на 15-20-е годы, и утверждена была сессия городского совета 25 декабря 2014 года. Программа собой представляет прогнозно-плановый документ, определяющий основные задачи и приоритетное направление развития города на среднесрочный период. Хочу остановиться на том, что в целях формирования динамичного развития нашего города, конечно, необходимо иметь определённую программу. Такую программу по инициативе Геннадия Сергеевича была создана в Симферополе и благоприятно принята. И вот уже по истечении 9 месяцев город отработал по данной программе, и я думаю, что уже принесены определённые результаты. Хотелось бы, конечно, сказать, что мы ожидали большего, но мы показали на сегодняшний момент неплохой результат. А конкретнее может быть что-нибудь в чём именно, в каких может быть направлениях? Давайте вот поконкретнее, потому что программа сама состоит из пяти основных направлений. Первое направление — это стимулирование развития экономики города и создание благоприятной бизнес-среды. Второе направление — это создание среды, благоприятной для жизни жителей нашего города. То есть это всё социально-культурное развитие города. Вот именно во втором направлении всё это вместе взято. Третье направление мы знаем, что принят закон, что город является столицей Крыма. И, конечно, третье направление и одно из основных направлений — это развитие Симферополя как столицы Республики Крым. Четвёртое направление, без которого, естественно, мы не можем развиваться и город не сможет развиваться, это развитие инженерной инфраструктуры с целью предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг. И пятое, тоже немаловажное направление в данной программе — развитие транспортного потенциала. Может быть, конкретно по направлениям немного пройдём? Что для вас, допустим, вот вы считаете наиболее, может быть, или приоритетно, или в каких-то направлениях какие-то новшества будут или уже есть? — Подведя итоги девяти месяцев, я могу вам сказать о том, что город не остановился, город развивается. И по тем данным и тем цифрам, которые у нас есть, эти цифры все есть на сайте, эти цифры есть в докладе, я сегодня, наверное, не буду останавливаться. — В данных показателях, да. Всем, кому интересно, они найдут и у нас на официальном сайте. По этим всем данным могу сказать о том, что они показывают, что всё-таки устойчивое развитие Симферополя на данный момент продолжается. — Чтобы не говорили, да, сегодня о том, что экономика там и в Крыме, и Симферополе находится в таком состоянии, всё-таки идёт развитие, да? — Идёт поступательное развитие, город не стоит и город развивается. Это, конечно, благодаря и в том числе заслуга администрации, главе администрации города, потому что неугомонный наш руководитель, который ставит высокие задачи, с которыми надо непосредственно решать их. И не завтра-послезавтра, а буквально вчера. Поэтому я думаю, что благодаря этому напору мы оказываемся на довольно-таки достаточно приемлемом уровне по всему Крыму. — То есть эти 9 месяцев, они уже показывают, в общем-то, тенденцию, да, когда окончание года можно уже даже прогнозно сказать какие-то, да, предварительные, может, результаты года. — Ну, если вскользко так сказать, то по перевозимому материалу, по перевозимым продуктам, конечно, большой процент у нас по сравнению с 2014 годом. По населению, по численности населения у нас тоже идёт увеличение. По безработице у нас уменьшилось процент безработицы. По увеличению малого бизнеса, среднего бизнеса тоже мы видим по итогам 9 месяцев. У нас произошло увеличение, пусть небольшое, но всё равно идёт увеличение в каждой отрасли, по каждому направлению. Поэтому это радует показатели, даже невзирая на то, что экономический год сложный, но, тем не менее, результаты у нас довольно-таки стабильные. — Сегодня очень много говорится о необходимости инвестиций, о привлечении, скажем так, социально ответственных инвесторов, качественно новых инвесторов. И всё-таки сколько инвестиционных проектов, может быть, на сегодняшний день за этот год было представлено в администрации, которые рассматривались, о которых вы что-то знаете? — Так как мы видим, что первая составляющая нашего плана — это обязательно бизнес и инвестиции, развитие бизнеса в городе, мы можем похвастать, а может быть и нет. Очень много предпринимателей обращаются, есть определённая схема работы, алгоритм работы, который мы должны выполнить по бизнес-инвестиционному сопровождению. Администрация делает все возможные попытки для того, чтобы максимально оказать помощь инвесторам, которые интересуются развитием Симферополя и хотят вкладывать свои средства. Я могу сказать, что по итогам 9 месяцев у нас из 54 инвест-проектов рассмотрено и принято, вернее, рассмотрено и 54, принято и уже работают 8 инвест-проектов. Буквально вчера был инвестиционный комитет, который возглавляет в Республике Крым, который возглавляет наш председатель Совета Министров Аксёнов Сергей Валерьевич. Геннадий Сергеевич был на нём и там тоже рассматривался. — По автодрому, да? — По автодрому, да, и можем уже сказать 100%, что ещё один девятый проект у нас добавился в нашу копилку по инвестициям. — И всё-таки, вот вы говорите, подавалось 54, да? — Да. — То есть чем может быть, по какому критерию, может, они отбираются? По какой-то социальной важности, по каким-то возможностям инвесторов? То есть вот почему 54 и 9? — Ну, смотрите, это 54, это ещё в процессе этого работе. То есть они не вышли пока на окончательный этап. — То есть как вариант, и все они могут быть теоретически, или почти все реализоваться? — Они все могут, у кого-то не хватает каких-то документов. То есть там же есть определённый пакет документов, которые они должны предоставить. Министерство экономического развития. Затем Министерство экономического развития направляет эти документы нам, всем, чтобы мы рассмотрели и дали своё заключение на уровне администрации города. То есть устраивает нас этот бизнес-проект или не устраивает. Нужен ли он нам? Есть такой муниципальный заказ на данный бизнес-проект. Поэтому мы выносим своё предложение для Министерства экономического развития. Но для того, чтобы принимать эти все проекты, мы должны посмотреть, кто пришёл. Либо это реальная компания, которая имеет определённые дивиденды, которая имеет свой определённый опыт работы на рынке, в той нише, которой они должны занимать. Либо это мы тоже прекрасно понимаем, что должны делать и от тем, скажем так, людям, которые временно пришли и думают, что здесь они что-то слегка могут поймить или перепродать что-то. Поэтому таких мы стараемся не допускать. Очень скрупулёзно относимся к рассмотрению всех этих бизнес-проектов. И те люди, которые реально имеют практику, которые имеют наработанный опыт, естественно, мы им помогаем и сопровождаем их бизнес-проекты. И всё-таки вернёмся к инвесторам. Насколько всё-таки из тех вот 54 проектов, которые представлены, больше это инвесторы наши местные крымские или же это с материка? Большинство, конечно, наших местных крымских, но есть и материковые представители. Поэтому мы не делим из материка или наши крымские. И мы, опять же, смотрим по тому, насколько это необходимо городу. Поэтому мы вот и рассматриваем, вот под этим углом мы рассматриваем данные направления, данные бизнес-проекты. Хотелось бы мне ещё сказать, что при главе администрации создан комитет, такой же по рассмотрению бизнес-проектов. Вот поэтому мы не сидим, мы работаем, мы свои все силы и задачи направляем. Разрабатывается инвест-паспорт города, который буквально вот должен, ну, в эти дни где-то... Приниматься, да? Не то, что приниматься, мы хотим сделать презентацию, причём презентацию, чтобы мы пригласили все слои населения, показать, что это такое, чем город живёт, в чём город нуждается, и какие бизнес-инвесторы нам нужны привлекать в наш город для развития города как столицы. Может быть, пару слов об этом инвест-паспорте можно сказать? Какие-то там его или направления, или... Я не хотела бы опережать события. Это всё-таки пусть остаётся немножко интрига, когда мы пригласим обязательно средства массовой информации на презентацию инвест-паспорта. Не секрет, что сегодня, скажем так, непростые времена для предпринимательства, да? И особенно это проблемы, связанные с малым бизнесом, средним бизнесом и так далее. Что в администрации города делается в данном направлении? Насколько вот диалог предпринимателей и городских властей, он присутствует? И помогает ли это решать какие-то, может быть, проблемы предпринимателей сегодня? Немаловажная роль уделяется среднему и малому бизнесу. И нами принят, при главе администрации создан совет по среднему и малому бизнесу. Он проводит свои заседания, не реже, раз в три месяца, вот, на котором рассматриваются актуальные вопросы, выносятся предложения. Мы собираем предложения от представителей малого и среднего бизнеса, их аккумулируем, и на уровне администрации в той части, где мы можем решить, на законодательном уровне, мы пытаемся им помогать и решаем эти задачи. Вот, если привести статистику, в городе Симферополе зарегистрировано 26,5 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса. Вот, это тоже определенный рост есть по сравнению с 2014 годом. То есть, если какой-то спад был, да, определенный период большой, то сегодня что-то потихоньку возвращается. Сегодня мы уже декларируем о том, что пошел рост. И мы не просто декларируем о том, что мы помогаем, мы реально практически оказываем им помощь. Нами создана муниципальная программа, разработана на 3 года, 15-18 год, поэтому в этом году уже в муниципальной программе заложено 1,1 млн. помощь малому и среднему бизнесу. Вот буквально на ближайшие сессии мы обязаны принять на эту программу, не программу, а финансирование данной программы. Вот. И в последующие годы финансирование будет увеличиваться. А как это происходит паттически? Вот приходят, да, предприниматели, малый, средний бизнес, представители. То есть, каким образом с ними происходит взаимодействие? То есть, что поддержать? Какой-то, может быть, какой-то проект вот этого предпринимателя, а этот, наоборот, не интересен. Может быть, каким образом вот этот отбор осуществляется? Ну, давайте я объясню так. Идет по трем направлениям развития. Вот поддержки малого и среднего бизнеса. Первое направление – это оказание информационно-образовательных и правовой поддержки малого и среднего бизнеса. Кстати, на сайте у нас есть страничка в помощь предпринимателю, где они могут в любое время дня и ночи зайти, задать вопрос, и они получат такой же ответ в правовом поле и в плане поддержки. Поэтому я еще раз, если кто не знает, пожалуйста, обращайтесь к нам, и вы будете получать ту поддержку, которая необходима для начинающих предпринимателей. Второе – это финансовая поддержка предпринимательства. То, о чем я вот буквально впереди сказала, что у нас разработана программа малого и среднего бизнеса и выделяем средства в размере на этот год 1,1 млн. И третье – это расширение рынков сбыта и продвижение местных товаропроизводителей. То есть вот по трем направлениям, которые мы работаем в плане поддержки малого и среднего бизнеса. Это не на словах, реально на деле мы оказываем вот такую поддержку, потому что в плане, например, информационно-образователей мы работаем с различными фондами, которые существуют на территории Крыма, Симферополя. Но мы понимаем, что так как мы в центре, поэтому все эти фонды, все руководство находится в центре Симферополя, в центре города. И с ними мы точно так же работаем по оказанию. Вот, например, если нам надо, нас просят с торговой промышленной палатой у нас. Геннадий Сергеевич подписал соглашение, меморандум о совместной работе. Вот, ну и много еще соглашений мы такие вот готовим в плане поддержки малого и среднего бизнеса. Ну, я не могу сказать, что кто-то остался недоволен. Нет, ну главная работа в этом направлении, если они вхожи, скажем так, в кабинеты администрации, наверное, значит, они решают свои вопросы, да. Давайте, у нас совсем немного времени. Последний вопрос. Еженедельно, насколько я знаю, глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев проводит встречи с общественностью. И в контексте этого прозвучало в СМИ то, что бюджет, который планируется принять на будущий год, его даже называют народным бюджетом, и в нем планируется учитывать интересы общественников. И более того, там более 60 миллионов, да, по-моему, планируется выделить. 65. 65 на те проекты, которые предлагают общественники. Вот расскажите об этом. Насколько это реально? Что это могут быть за проекты? И почему принято решение впервые уделить такое внимание общественным организациям? Народный бюджет, вы правильно говорите, это народный бюджет, он почему называется? Максимально приблизить формирование бюджета к статистическому жителю нашего города, чтобы люди понимали, куда будут тратиться деньги и зачем они эти деньги будут тратиться. И, естественно, чтобы они и принимали активное участие. Народный бюджет, сейчас сформировано уже комитет, кстати, было одно совещание с Геннадьем Сергеевичем, мы собирались с тем, чтобы определиться, какую сумму выделяем. И было дано поручение Геннадьем Сергеевичем, что в размере 65 миллионов на следующий год, пожалуйста, по заявкам наших общественников, мы можем рассматривать те или иные предложения. Могу сказать, что немножко инертен наш народ в этом плане, но все равно заявки есть. Вот уже семь заявок поступило на сегодняшний момент, и самое главное преобладает, это благоустройство дворов, детские площадки, установка детских площадок и антивандальных спортивных площадок. То есть пока идет преобладание вот в этом. Вот наша съемочная группа была на одном из этих заседаний, встреч с общественниками, и прозвучало очень много различных самых направлений. Это и реабилитация наркозависимых, это и стерилизация бродячих собак и так далее, и так далее, и так далее. Насколько это все-таки звучит в общем, что вот это хорошо бы, или же эти люди, руководители этих организаций, реально предоставляют необходимые документы, расчеты, и то, что они предлагают, это реальные проекты, а не разговоры на бумаге? По стерилизации собак я могу сказать, что должна до конца года выйти программа муниципальная, поэтому там тоже будет софинансирование по этой программе, поэтому здесь собаками у нас по стерилизации тоже будет все понятно, мы не бросаем и не оставляем. Мы, потому что это город, мы все равно не можем бросить и сказать, что это главное, а вот это вот первостепенно, а вот это вот второстепенно. Но, тем не менее, я хочу сказать о том, что большинство вот те инициативы, которые люди предлагают на сегодня, это детские площадки. Город растет, развивается, думаю, детей в городе у нас показатель довольно-таки великий, потому что мы знаем, что нехватка в детских садах, да, и это мы прекрасно понимаем, поэтому детские площадки нам необходимы. Ну и самое главное, вот в плане того, что я немножко остановлюсь, хотелось бы развивать государственно-частное партнерство вот по тем детским садам, которым нам не достает. Сейчас это направление тоже будет активно прорабатываться на будущий, 16-й год, с тем, чтобы мы увеличили количество мест пребывания наших детей в детских садах. Думаю, на этой оптимистичной ноте мы и завершим нашу сегодняшнюю программу. Я надеюсь, что мы еще неоднократно в этой студии обсудим вопросы, в том числе, я думаю, в следующий раз это исполнение бюджета нынешнего года и, может быть, формирование главного финансового документа на будущий год. А я, уважаемые телезрители, напоминаю вам, что сегодня в студии была Анжела Николаенко, заместитель главы администрации города Симферополя. А я прощаюсь с вами, всего доброго, встретимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!